Также я являюсь членом сообщества родителей и курирую луковскую службу. За плечами 10 лет активной гражданской позиции. Обращать внимание на проблемы, успешно их решать и делать мир лучше, стал для Анны Колесниковой девизом по жизни. Сейчас решила выйти на новый уровень, вступить в общественную палату. Свою пользу видит в сфере здравоохранения. Именно система здравоохранения сейчас в нашем округе – это очень острый вопрос с очень большим количеством разных аспектов. Нам не хватает ФАПов, нам не хватает амбулаторий, врачей. И, соответственно, от того, насколько здорово наше население, зависит наше будущее. Заявить о себе, доказать комиссии свое стремление стало этапом волнительным, признается Анна. Несмотря на профессию агронома, активистка занимается воспитанием подрастающего поколения, а в свободное время – полезным экологичным делом, которое считают уникальным. У нас очень много владельцев по организации, которые спасают бошечек и собачек, но у нас совершенно никто не спасает белочек. Поэтому мы создали сайт, где собираем всю информацию об этих животных. Александр Адушкин тоже на собеседовании впервые. Активист с 7-летним стажем борется за сохранение культурной и природной самобытности родного Звенигорода. Не убив то, что есть, каким-то образом надо все-таки делать благоустройство точечно, аккуратно. В этом заинтересованы, в общем, и благодаря большинству жителей. И к этому есть интерес и гостей города, но при этом всем это не должно быть стиль Москвы, все в бетон. В приоритете у Ольги Фомиченковой помощь бойцам СВО. Уже два года, несколько раз в месяц лично отправляют гуманитарные грузы на передовую. Презентовать себя – опыт уже знакомый. Была в прежнем созыве палаты. Сейчас желает работу продолжить, ведь впечатления только положительные. Потому что мы делаем добрые дела, то есть мы поддерживаем население, мы помогаем нашей администрации. То есть да, мы работаем, говорится, идем бок о бок. То есть совместная работа приносит хорошие результаты. 95 заявок поступило от желающих вступить в общественную палату округа. На второй этап очного собеседования пришли только 49. Такой формат дает возможность кандидатам проявить себя. Потому что глаза в глаза, как говорится, есть возможности про свои общественно-политические кейсы рассказать и поделиться своим видением о работе в будущем созыве палаты – это всегда эффективней. Впереди третий этап – отбор претендентов. Результаты будут известны в конце месяца. И тогда новый созыв общественной палаты начнет работу на три года. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».